Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки, нензи-легенды, ежедневные награды за Лигу Сумраев, одна звезда забираем. Так, 60 баксов и 10 монеточек, понятно, давайте забежим в магазин, откроем быстренько с вами колоду и посмотрим, что здесь нам выпадет. Так, я смотрю, там вроде бы, ага, морозильная кошка, отлично, отлично, мы как раз с вами собираем на нее ДНК. Так, давайте задание выполним, так, поднять уровень персонажа, секундочку, сейчас мы все это с вами сделаем. В общем, ребята, как у нас с вами распределились голоса именно вот на данный момент, судя по комментариям и сколько я делал выписок, ребята, Зэк у нас стоит на первом месте. Большинство проголосовало именно за него, чтобы его повысить в платиновый ранг. На втором месте у нас стоит Рокзар, потом Бакстер Стокман, третье место поделили между собой Змея Карай и Карайка, на четвертом Иван Стиранко у нас идет. И абсолютное большинство, ребята, проголосовало за Микеланджело. Но, ребят, вы посудите сами, да? Мне нужно на него найти еще 32 ДНК, чтобы перевести его в пятую золотую, а потом уже только смогу его поднять в платиновый ранг. Так, поэтому давайте тогда не будем, наверное, с вами спешить, еще немножко подождем. И правильно, как мои подписчики заметили, что вчера я лопухнулся по поводу того, что мы же могли с вами Рафаэля Космоса действительно поднять в серебряный ранг. Ну, ребят, спешка, как всегда, мой, как говорится, враг. Поэтому давайте, ребята, сейчас это и будем делать. А у меня хватит сюрикенов? Нет, не хватит. Нужно 5000, а у меня в данный момент 2000. Так что не судьба даже его сейчас нам поднять. Ну, что же, давайте тогда мы с вами будем искать пока ДНК. Будем с вами ДНК искать. Так, смотрите, Микеланджело нам выпал. Давайте тогда еще раз попробуем. Так, второе ДНК. Ну, неплохо, что я могу сказать. Так, два ДНК на Микеланджело. Это хорошо. Давайте тогда мы с вами, наверное, поищем. А кто у нас там еще? Ну, у нас морозильная кошка есть. Так. Также у нас, не забывайте, есть Бибоб, которого тоже нужно нам искать. Так, одно ДНК есть. Отлично. Давай, давай, давай третью ДНК. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, нет. Не хочет проказница игра давать мне три ДНК сразу. Ладно, перебьемся. Так, и следующее у нас идет. Ну, Бакстера Муху можно, но я хочу, на самом деле, морозильную кошку. Давайте попробуем. Так, здесь мне ничего не дали. Обидненько. Так, одно ДНК нашли. Ну, давай второе. Так, все. Два ДНК на морозильную кошку. И остальное, ребята, я буду сбрасывать чисто на Бакстера Муху. Так, погоди, а где он у нас? Где у нас Бакстер Муха? Хе, подожди-ка, я что-то не понял. Он, погоди, к секунду. А где Муха-то у меня? А, вот он. Ёлки-палки, прячется вечно от меня. Так, ладно, одно ДНК есть. Давай сразу еще одно. Замечательно идет. И еще дай мне одно. О, ребята, на Бакстера Муху три ДНК из трех попыток. Это великолепный результат. Ну что, давайте здесь заберем наше задание. Так, поднять уровень персонажа. Как вы правильно заметили и писали, что поднимай слабеньких персонажей. Я, наверное, так и буду, ребята, поступать. Слабеньких персонажей будем мы с вами поднимать. А кто у нас из слабеньких? Вообще самые-самые слабенькие. Так, Макманг, Севермонтес, Мондагека. А еще и слабее. Так, Донателло, Рафаэль, Шенегами. Так, уже Головый. Голубь этот, Пит. Донателло. Бибоб классический. Я, например, могу, ребята, да? Бибоба классический поднять. Да чтоб тебя. Поднять, например, его по рангу. Не по рангу, а по уровню. Ну-ка, давай проверим. Да, я могу, ребята. Вот, тридцатка это максимальный. Да, ребята, надо, естественно, его переводить в серебряный ранг. Только тогда мы сможем его дальше прокачивать. Так, ну что ж, давай тогда попробуем. Где у меня тут за тридцаточку, который переплюнули. Ну, вот, например, у меня Джастин. Так, Мондагека нет. Я его не могу, к сожалению, ребята. Дальше поднимать слэша можно ведь. Так. Сейчас, подождите-ка, ребята. Слэша, по-моему, можно, если я не ошибаюсь. Да что ж тут все так перепутано-то, а? Ох, ребята, мы с вами пофармим потом еще усаги. И это будет вообще четенько. Так, все, да? Это сорок пятый предел, ребята, для него. Для слэша. То есть выше я не могу поднять, потому что нужно ему ранг повышать. Сорок пятый, сорок пятый, сорок пятый. Ага, можно вот Рокстеди, например, еще поднять. Так, не хватает нам, к сожалению, Монтагена. А, в принципе, ребята, сорок пятый уровень он получил же. Получил. Сорок пятый, по-моему, да? Ведь он встал у меня. Рокстеди-то. Да, ребят, сорок пятый уровень. Все отлично. Забираем последний здесь Ревард. Ну что же, и, наверное, пойдем уже с вами, естественно, на арену. Ребят, я вот эти вот получил. Кстати, у нас, знаете, сколько вот этих вот? Это можно по магазину сейчас посмотреть, по предметам. У меня в данный момент их 565. Я могу, например, купить Рокстеди, да? Или Пита. Ну, мне почему-то не хочется. Мне хочется каких-то таких вот редких взять. Например, вот Донателло, да? Изведение тоже можно получить. Но нужно 610. Поэтому пока тратить мы ничего здесь не будем. Так, ну что, поехали на турнир. Я, как видите, в Лиге Самураев одна звезда. И у меня 73-я позиция. Угу. Тогда давайте, наверное, приступать вот с этих вот. 34-й и 35-й уровень. Соответственно, нам нужно, ребят, с вами 34-й и 35-й уровень. Брать, скорее всего, вот так. И возьмем с вами Леонарда. Ну, вы поняли, да? Мою идею, как мы сможем с вами быстренько пробиваться в топ. Практически из одного героя. Он сейчас должен, по идее, всех положить здесь. Свертухана. Эти, да? Соответственно, я сыграл малышей своих. Соответственно, мы получаем с вами все кубки, которые даются. И поднимаемся будем по рангу. Посмотрим, ребят. Так. Наша цель дойти до Сёгна. Будет тяжело, мне кажется. Но постараться надо. Как ни крути. Так, ну что, ребят. Давайте, наверное, мы возьмем с вами... О, Васенька! Здорово, Василий! Сколько лет, сколько зим? Я, на самом деле, его не знаю, ребят. Я просто шучу. Так. И давайте вот этих вот тоже, ребяточек, выверим. Пока они 31-го уровня. Они слабенькие. Поэтому Леонардо их будет, конечно же, здесь выручать. Опять же, со своей вертушки. Да, многие скажут, но это же не честно. А, ребят, а как иначе? Как иначе подниматься по рангу, если делать всё время честно? Ты никогда так не поднимешься. А если поднимешься, то ты встрянешь там и всё. А это вот вам лайфхак, ёлки-палки. Как надо делать. Так, ну что, 30-я позиция, да? Давайте, ребят, быстренько, наверное, ещё сделаем пару боёв. Так, у нас откаты пока, слава богу, есть. Поэтому мы можем с вами полностью даже не то, что вот этих героев. Мы можем даже, ребята, и вот этих вот, которые вообще 30-го уровня. Естественно, потом, когда мы поднимемся выше, когда они будут 50-го левла. Те малыши уже отыграть свою не смогут, поверьте мне. Так, поехали с вертухана. И оп. Видите, всё козырно получается. Вот самая главная фишка здесь на этих вот турнирах. Как можно быстрее продвигаться. Это ты прикинь, у меня Леонардо, да? Вот только один. А если, например, у меня был бы Бакстер Стопен прокачанный, который бы ходил первым. Я бы также к нему привязал несколько малышей. И он, например, с одной волны бы просто всех раскидывал. Но это же круто, ребят, на самом деле. Это круто. То есть, вот каждому большому персонажу, да? Можно было бы навязать 4 слабых персонажа. Ну, если ты, конечно, уверен, что инициатива у него офигенная. И он будет ходить первым. Вот это самое главное. Если я здесь уверен, что Леонардо у меня ходит первым. То, естественно, я и прикручиваю к нему малышей. Вот, смотрите. Сейчас он будет первым у меня ходить. Так ведь? Да. А если бы он не ходил первым. То всех бы вот этих вот ребят, которые вот здесь вот стоят. Просто положили бы. Рядышком. Так что, вот так вот, ребята. Ну, что же. Отлично. Пока всё у нас идёт. Откатики, жалко, конечно, у нас заканчиваются. Но мы уже с вами в самураях. Две звезды. 90-я позиция. Поэтому, ребят, давайте. Вот. Кстати, 45-е уровни уже пошли. Поэтому Леонардыч здесь обязательно нам нужен. Так. И нам нужно, ребята, отыгрывать вот этих вот всех персонажей своих. Да? Мутагеноида. Который почему-то... Не знаю, по какой причине, ребята. Но он сам по себе слабый. Вот. Верьте, нет? Но он... Его, если по нему бомбанут, всё. Он рассыпается. Сразу же. Ну, посмотрим, бля, его не подведёт. Ага. Рокстеди... Так. Замечательно. Давай-ка, морзильная кошка, не подведи меня. Да чтоб тебя. Ну. Бибоб. Нормули. Нормули, ребята. Почему Рокстеди всегда такой сильный, на самом деле? Вот не в первый раз я замечаю, что могут все падать. Только вот Рокстеди выживает и Донателло. Вот это вот самые частые персонажи, которые могут выжить. Так. 67-я позиция. Уже неплохо. Уже неплохо, я вам скажу. И... Хе-хе. Конечно, будем, наверное, с Ярославом драться. Так. Берём здесь откатик. Так. Раз, два, три, четыре. Отлично. 45-й уровень. У меня попал Шреддер сюда, да? Так что, ребят, всё будет хорошо. Всё будет на мази. Мне что-то, ребята, вот честно говоря, я вот играю в Черепашки Ниндзи Легенды. И мне захотелось поиграть в Черепашки Ниндзя, которую в своё время я на Сеге играл. Ну, наверное, многие из вас и не знают такой приставки. Но была такая, ребята, Сега Мега Драйв. И на ней я играл в Черепашки Ниндзи. Блин, так она мне нравилась. И прошёл её, да. И прошёл. И на Денди я тоже, кстати, играл в Черепашки. Вообще, с Черепашками много всё связано, ребята, за исключением одного. Я не смотрел сериалы по нему. Я смотрел старые фильмы про Черепашек. Но они такие были убогие. И там Черепашки такие некрасивые были, что не особо мне этот фильм понравился. Вот. А именно игры компьютерные и игровые на консолях, которые про Черепашек были, мне очень-очень даже заходили. Так что, если будет желание, ребята, может быть, мы с вами как-нибудь скачаем эмулятор и поиграем. А почему бы и нет. Так, ну что, пока у нас всё хорошо идёт, ребята, я надеюсь, сейчас мы скоро попадём в Лигу Самураев 3 звезды. Это будет чётенько, на самом деле. Для меня это будет вообще как подарок судьбы. Несмотря на то, что я болею, ребята, вы прекрасно знаете, я поправляюсь. Мне сегодня намного-намного лучше. Но каша всё равно от меня не отстаёт. Прицепился, блин, ёлки-палки, к моим лёгким. И тормошит их. Но, тем не менее, по сравнению с тем, как было вчера, сегодня просто радость какая-то для меня. Так, ёлки-палки, на улице, ребята, дождь, ветер, в квартирах, дубах, отопления нету. Естественно, заболеть проще паренные репы. У нас лета в этом году вообще нету. За весь летний период, по-моему, один раз только солнышко погрело и всё. А так 6-7 градусов тепла всего лишь. Обалдеть, да? Так, ну что, ребята, давайте-ка вот с дурумом поиграем. С дурумом. Кстати, последний откат у нас здесь остаётся на Леонардо. И, соответственно, забираем вот этих вот ребятулечек. Всё, они сейчас отыгрывают. Остальное мы же, как говорится, своими ручонками будем достигать. Так, ну что, ой, ё-ё-ёй-ёй-ёй, я не это хотел сделать, я не это хотел сделать. Моё, ребята, вот это вот сейчас может быть роковая ошибка. Ай, я вместо, ну вы поняли, да? Вместо массовой атаки я нажал одиночную атаку. Олух я, вот и все. Сейчас стоит только Ване Стиранко взять за пулемет, и он может тут положить у меня всех. Так, кого бомбит? Ага, Шреддера бомбанул. Так, массовая атака от Дони. Ребята, нет, 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 успеваем мы отхилиться с вами, да, успеваем. Но я все-таки сделаю лучшую вертушку. Все, стопроцентное попадание, как говорится. Ё-моё, это хорошо, что у меня эти все ребята выжили. Отличненько просто. Даже Шреддера не подвел, хотя уже практически на коленках там стоял уже на последнем издыхании. Ну что же, как я вам и обещал, ребята, мы дошли до Савураев 3 звезды. А вот до Сёгуна я почему-то сомневаюсь, что у нас хватит. Даже не то, что карчик или там мощей, элементарно героев не хватит, понимаете? Так, ну что, Дмитрий, давай Дмитрия возьмем, попробуем, наверное, с ним подраться. Я беру Бакстера Стоквана. Мы можем с вами, знаете, что сделать? Попробовать, ребята, вот так сделать. Раз, два, три. И к Бакстеру Стоквану прикрепить, ну, предположим, нет, не так лучше сделать. Рокзара. Да ведь можно? Давай Рокзар сделаем. Почему именно Рокзара? Потому что он по инициативе будет первым вставать в провокацию. И, соответственно, здесь никто его не должен зацепить. Хотя массовиков достаточно здесь. Давай попробуем, наверное, через волну пустить. Хопа! И Ванюша выжил, да? Ванюша выжил. Только не доставай пулемет. Это ерунда. Рокзар выдержит. Слушай, было на самом деле рискованно. Если бы он вместо гранаты бы сейчас достал пулемет, я думаю, он положил бы мне как минимум Пита и Донателло. Но этого не произошло. Поэтому все у нас хорошо получается. И мы на 67-й с вами позиции. Ну, что же, ребятулечки. Давайте тогда мы возьмем, наверное, Николу. Надеюсь, не Теслу. И возьмем железноголового. Криса Брэдфорда мы возьмем здесь. И вот этих вот ребятулечек, да? По полтинничку у которых. Ну, что же. Давайте бомбашиться. Почему бы и нет? Так, ну, для начала, я думаю, мы понизим им скорость. Так, не скорость. Почему мы все время путаем? Не скорость, ребят. Конечно же, защиту. А себе, наоборот, мы ее повысим. Вот так вот. Ну, что же. Теперь давайте развлекаться. Бомбим. Хм. Это интересно. Морзинная кошка и Бибоб выжили. Правда, ненадолго. Но, тем не менее, они умудрились выжить от 70-го уровня. То есть, железноголовую бомбанул. И они постояли на месте еще немножечко, да? Ладно, ребята. Куда мы сейчас с вами? 50-го. Ровно половина пути у нас уже пройдена. Хм. Давай, наверное, тогда возьмем мы 48-го. Давай вот этих вот. Давай вот с ними сыграем. И для этого нам надо что сделать? Раз, два, три. Возьмем зэка. И возьмем, наверное, змейка вьюная. Опасно, да, по-моему, ребята? Или нормуль. Сейчас посмотрим. Ну, естественно, зэк сейчас будет ходить первым. Бросаем бомбочку. И смотрим. Ага. Ну-ка, паукус, положи двоих. Крайних. Даже троих. Отлично сработано. Все, ребята, крутенько. Ну что же, у нас никто не погиб. И мы с вами получаем весь полный бонус. Так, что у нас сегодня по ежедневному испытанию? А мы, по-моему, вчера все с вами поиграли, да? И я хотел пойти кого-то там бомбануть. Но у меня закончился сыр, да? Вроде бы так все у нас закончилось. Так, кто тут? Дилан, Соня и Сабир. Давайте, наверное, Сабира возьмем. И будем именно с ним драться. Так, раз, два. То есть, получается... Да, елки-палки. Ну почему же опять карайка, ребята, у нас тут? Вот так давай сделаем. Блин, обидно, конечно, когда у тебя хоть один персонаж остается невостребованным. Ну, согласитесь, как-то на душе осадочек такой есть. Ну что же, давайте сделаем танцпол. Уклонение повысили. И давайте вот так вот бомбить. Хоба! Слушай, неплохо. Давай, крик. Крик души. Вау, шикарненько. Ну, а теперь можно просто, ребята, встать в провокацию Рафаэлям. И все, и здесь победа будет за нами. Потому что, естественно, он будет контратаковать. И все будут падать от его плюшек. Ну, вы поняли, да? Ой-ой-ой-ой, что ты делаешь? Хил? Молодец. Ты думаешь, это тебя спасет? Я сомневаюсь. Так, он еще вешает на себя иммунитет, да? Постепенное исцеление. А если мы вот так вот сделаем? Отлично. Так, зря этот парень сделал. Зря. Не подумавший. Так, ну-ка, пробьем. Нет, не пробил. Ну, давай тогда вот так вот. Смертельный ядовитый поцелуй. И змея-карай добивает. Да-да-да. Бейбоб валяется. Ну что, ребята, это был последний у нас на сегодня бой. Именно на лиге. К сожалению, до Сёгуна я добраться не смог. Но, тем не менее, я очень близко подошел. Двенадцатая, ребят, позиция. Буквально еще один просто бой. Ну-ка, подожди. Откатов у нас нету. Откатов нету. У меня только лишь один Армагон 53 уровня. Да, он, конечно, здесь ничего сделать не может вообще, ребята. Ладно, ничего страшного. Потерплю до вечера. Вечером поиграем еще. Так, ну что, теперь давайте, наверное, зайдем, ребята, в испытания. И, если не ошибаюсь, именно в городской войне Тени на Солнце мы с вами не прошли. Да, мы хотели вот сюда на эпизод седьмой рвануть. Но у нас закончился с вами сыр. Ну что же, давайте попробуем, как у нас тут сейчас пойдут дела. Я больше чем уверен, что не очень хорошо. Но я хочу все-таки попытаться счастья. Вдруг у нас все-таки получится что-нибудь. И начинаем с разбору полетов. Так, это что у нас, крик? Ладно, мы делаем с вами, ребят, провокацию. Хотя, зачем мне здесь провокация, на самом деле? Она мне не нужна. Вот защита, да, защита здесь нам как раз пригодится дополнительная. Так, стрелозат, ты достал уже. Так, ну что, ну давай маузеров выпустим, фиг с ним. Ой-ой-ой, у них там контратака. Ага, ну нам повезло, ребят. Так, добьешь? Ванюша! Ты опять дурачка включаешь, а? Вот почему ты так поступаешь со мной, а? Так, ребят, здесь опять у нас дроны, стрелозат. Даже не знаю. Ну, давай просто будем так вот бомбить. Так. Посмотрим, повесится на каком-нибудь... Ну, в принципе, ребят, контратака есть на Багстрис Токмане. Пригодится ли она нам, как думаете? Пригодится. Так, что? Так, в кого он бомбит? Слушай, у нас хиллеров-то есть. У нас нету здесь абсолютно ни одного хиллера, получается, да? И это плохо на самом деле-то. Ха, без хила, что мы здесь будем делать с вами? Ничего. Так, третья волна. Может, с ними вообще по этому, по быстренькому разобраться? Давай так попробуем. Хоп. Хотелось бы, конечно, применить волну, ребят. Конечно, хотелось бы применить волну, чтобы их сразу тут бомбануть всех. Но она нам пригодится еще. Так, бедный Ванюшка, по-моему, сейчас у нас скоро погибнет, ребят. Если сейчас по нему еще сделать выстрел, он погибнет, серьезно вам говорю. Так, ну давай попробуем. Ать, меткость, да, понизили. Переходим на четвертую волну. Это предпоследняя. Смотрим, кто здесь. Леонардо, Микеланджело, морзильная кошка. Даже не знаю, кого тут, ребята, и бомбить. Давай попробуем морзильную кошку. Ой-ой-ой, это что-то за урон такой ничтожный на самом деле. Вот, теперь уже получше. Так, добьем ее все-таки. Куда ты, блин? Я говорю, морзильную кошку-то... Да что за... Да, Ванюша допрыгался ее просто. Так, морзильная кошка погибла. Блин, Бакстер Стокман, ребята, у нас одуплился. В общем, вы понимаете, да, чем это пахнет? Это пахнет тем, что мы сейчас с вами просто-напросто дойдем до тех персонажей, где шенигами. И нас просто там разберут. Просто разберут. И еще и уклонение на себя вешает, а? Вот упырёныш. Критический удар, все дела. Так, даже не знаю, что здесь и сделать. Как лучше быть. Ну, этого бомбанули, предположим, да? А вот с этими-то что улухами делать? Еще и промазали, ё-моё. Жаль, Криса Брэдфорда было. Хорошо старался, хорошо дрался, ребята. Ну, тут, конечно, вообще жестяк. Ты посмотри. Нет, ну, Зэк, конечно, молодец, но... Сколько он хильнет? Давай посмотрим. Офигеть, да, ребята, как он хиляет у них, блин? Чертов хилерт. Еще и двойная атака, блин, а? Еще и... Оу-оу-оу-оу-оу. Да. Обалдеть поиграли, ребята. Ну, что же, я убедился в том, что... Ну, бас я пока еще. Ну, бас, ребята. И, ну, бас только потому, что мне дают паршивых персонажей. Так, ну что, во-первых, я хочу вот здесь вот попробовать, ребят, заработать. Все-таки себе Микеланджело. Не знаю, получится ли, не получится. Так, Донателло. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Так, два бакинских. Не то совсем. Кольцо крутости. Зачем мне? Так, морозильная кошка, ребята. Две ДНК выпало. Опять 30 этих жетонов. Да, опять 30 жетонов. Специально, да? Вы вот так специально делаете сейчас. Ну, я так и понял, ребята. Они делают спецом так, чтобы... Так, 4 серверных осколка. Ладно, фиг с ним. Один золотой. И все. Больше у меня, ребят, к сожалению, не хватает. Ни на что. Здесь я, естественно, ничего не буду делать. Блин, какой-то, а? И сюриков у меня мало, да? Слушай, а мы можем же с вами... Так, у нас у кого-нибудь здесь есть ДНК, излишки. Так, здесь есть 35, но этого мало. Этого очень и очень мало. Нам нужно очень много ДНК для того, чтобы получить... Так, обменяли. Во, у Рафаэля есть. Давай обменяем. Так. Опачки. Ребятулечки. Дорогулечки вы мои. Вы смотрите. А... Да, 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 да. Конечно же, конечно же. Развиваем морозильную кошку до четвертой золотой звезды. И она получает новый скилл. Ледяная кошка. Кошка пугающе холодная. Энергетическая защита в бою усиливается на 5%. Вот так вот. Смотрите, как она неестественно пляшет. Что она там делает? Как марионетка какая-то. Ну что же, я очень, ребята, рад, что у нас персонажи апаются и апаются. Вообще классно. Так. Рафаэль Космос. Что нам? Нам не хватает... Блин, нам не хватает всего лишь, ребята, сюрикенов, да? И 2000 буквально не хватает. Ё-моёшечки. Что ж вы меня напрягаете-то так? Ну, по 35 ДНК мы, конечно, заманаемся здесь, ребята, все это переводить в сюрике. Если честно. Так, а что тут вот? Навыки. Навыки. Мне показаны навыки, и ничего я не могу сделать. Так, давай, карайка мы, наверное... Нет, это не то. Это все не то. То есть, морозильную кошку мы можем дальше же искать, ведь так? Да, по-моему, сможем мы дальше искать. До пяти звезд ее потом прокачаем, а там уже и до ранга, как говорится, рукой подать. Так, что еще мы можем с вами сделать сейчас, а, ребятулечки? Я не знаю, у нас хватит здесь пиццы. Да, один разочек можем с вами крутануть, как говорится, рулеточку. Давай попробуем. Так, и... Дай! А, черт тебе подери, ребят! Ну, согласитесь, было рядом, совсем рядом, но он все-таки решил из-под тяжка меня перекинуть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А я, блин, был бы рад на самом деле. Ну что, друзья мои, на сегодня, наверное, и все. У нас как бы в бою, в испытаниях пока еще Усаги недоступен. В сценах насилия мы с вами докуда могли, до туда дошли. Опять же, все из-за того, что, ребята, босс, большой маузер, просто нас не может пропустить. Он глючит, ребята. Он залагивается, и мы с вами пасуем перед ним. А так бы, конечно, мне кажется, мы там далеко бы могли пройти. Так что, ребяточки, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр, и до новых скорых видосиков. Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok